Театральный кружок лицедей на базе Центра культуры «Мечта» в поселке Измайлово ведет свою работу с 2013 года. На занятиях ребята в возрасте от 6 до 15 лет постигают азы актерского мастерства и учатся работать на сцене. Без театрального коллектива не обходит ни одно мероприятие. Во-первых, мы участвуем обязательно во всех мероприятиях, посвященных красным датам. Сейчас готовимся к дюбу жилого человека. Потом у нас День матери. Мы делаем сценки юмористические, поздравительные стихи. На Новый год обязательно спектакль выпускаем. Новый учебный год решили начать с театральной викторины. Участников разделили на две команды – в одной мальчике, в другой девочке. И название соответствующее – Буратино и Мальвина. Ребятам предстояло ответить на вопросы о театре, как называется объявление о спектакле, профессия людей, играющих на сцене и кто пишет пьесы. Как называется перерыв между действиями? Андрей. Антракт. Молодец. Как называется рукоплескание артисту? Улучшименты. Также команды соревновались в чтении скороговорок. Ведь у профессионального актера должна быть идеальная дикция. Лежит ежик у елки у ежа и волки. Роман занимается в театральном кружке шесть лет и рассказывает, что занятия помогли ему раскрепоститься и уверенно чувствовать себя на сцене. Раньше я был более закрыт, а сейчас я более открытым стал, общаться больше с другими начал. Мне нравится то, что актеры уже знаменитые, их могут показывать в телевизор. Я тоже собираюсь быть знаменитым. Восьмилетняя Вика присоединилась к лицидеям совсем недавно. Девочка побывала пока только на одном занятии, но собирается продолжить обучение. Я люблю выступать. И много еще. Ну там, да, видеофильмы всякие. Там я думала, что все легко. А там потом знала, что там надо учить. Я думала, они на ходу придумывают. Сейчас в театральном кружке занимаются 10 человек. Занятия проходят на основе развивающих методик, творческих игр и этюдов, направленных на совершенствование актерских способностей детей. Присоединиться к дружному коллективу может любой желающий совершенно бесплатно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.